здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие подписчики гости канала постоянные зрители рада вас приветствовать в нашем канале огромное спасибо за просмотр за лайки за комментарии за вопросы которые вы задаете за пожелания также огромное спасибо до преддверии нового года очень много вопросов касающихся прогнозов планов на 2020 год но классика на стекса классика и мысли чувства планы это такой избитый вопрос это тема постоянных консультаций частных консультаций поэтому прогнозы мы еще сделаем у нас еще много времени до нового года а в этом раскладе мы посмотрим мысли чувства и планы загаданного человека причем посмотрим и вас разрезе и его и что в данный момент между вами что происходит в отношениях будет три варианта первый вариант будет на колоде царь второй вариант будет на золотой арт колоде новой колоде втором и на золотой колоде ренессанса третий вариант итак первый вариант колоды царь колода колода в принципе по мотивам иконописи византийской эпохи художника танасов красивая красивая люблю очень эту колоду и так давайте посмотрим что в данный момент между вами в отношении что вот самое главное ключевое умеренность время ну что между вами умеренность карта умеренности карта ангела жизни да это воздержанность это умеренность возможно вы сейчас не общаетесь у вас нет возможности общаться по умеренности очень какой-то длительность тяжной период такой но это не разрыв это не пауза это просто какой-то длительный период несмотря на то что вы сейчас женщина или человек который смотрит расклад вы сейчас здесь очень таком сложном состоянии умеренность хорошая карта она как бы смягчает все отрицательные карты она смягчает мечи она смягчает ваше страдание потому что это карта все-таки тишины и гармонии в любом случае все наладится все восстановится причем по по умеренности все происходит без шума и пыли как я люблю говорить все произойдет само по себе когда она появляется в раскладе это одно из предназнаменований того что просто наберитесь терпения беритесь научитесь ждать потому что все произойдет любом случае все произойдет но нужно здесь научиться смиренности и покорности это архангел это карта архангела небесного поэтому здесь нужно выбрать нейтральную ровную линию поведения здесь не нужно как-то действительно это какое-то время сейчас ваших отношений когда нужно научиться смиренности и покорность начать отпускать научить принимать вот не человека а все ситуации жизненные которые происходят все что происходят так нужно такая очень хорошие учебы эта карта очень однозначно это говорит о том что вы находитесь под защитой ангелов знак aparece о том что вы все наладится здесь все под контролем но просто вот научитесь не суетиться научитесь успокоиться и ждать и принимать то, что происходит. На отношения это очень хорошая карта. Да, это нет сейчас страсти, нет сейчас... Это смиренность и покорность, то же самое в принципе. Да, это могут быть просто уравновешенные отношения, но здесь как бы мечи, вы страдаете, переживаете, вы ничего сделать не можете, поэтому здесь, я думаю, есть какой-то конфликт, но здесь даже и не конфликт, здесь безвыходная ситуация. И здесь нет никаких ни африканских, ни мексиканских страстей, здесь просто вот всё идёт как идёт. Примите и научитесь когда вы примите и осознаете то, что есть, вот примите в том выражении, в котором оно приходит к вам, в том исполнении, в том проявлении, всё дальше пойдёт, потому что после умиренности всё быстро меняется. Но пока вы это не примите, пока вы не дадёте сюда этой точки по умиренности, не научитесь смиренности и покорности, происходить ничего не будет. А потом ангел замахнёт крыльями и полетит дальше. То есть полетит и исполняет другой урок, учить вас другому уроку. Плюс на отношения это карта, когда оба пытаются подстроиться, под эти отношения. Никто не понимает, что кому нужно. Поэтому здесь тоже надо остановиться, помолчать, подумать, либо отойти в сторону и просто понаблюдать. Да, решение будет, проблемы все разрешатся. Если есть какие-то конфликты, будет восстановлена гармония во взаимоотношениях, будет всё. Всё наладится, потому что карта очень положительная. Потому что очень часто по этой карте, знаете, как часто бывает, когда самих отношений нет, либо уже нет, либо ещё нет, либо в данный момент нет. Но у человека есть внутреннее противостояние, когда он противостоит, он боится этих отношений. Либо вообще боится того, что эти отношения могут принести в его жизнь. И он не может понять. Но здесь больше со стороны мужчины, потому что здесь сторона мужчины, здесь сторона женщины. Здесь мужчины мысли. Давайте я буду подробно уже рассказывать. Потому что здесь умеренность очень хорошо играет со всеми остальными картами. Здесь непринятие того, что есть на сегодняшний день. Он от много чего отталкивается. Я потом буду доставать дополнительные карты. Но в любом случае это надежда на то, что всё наладится. Но главное принять ту ситуацию в том ключе, в котором она сейчас есть, в том виде. Здесь не нужно как-то противостоять. Да, вы страдаете, но что бы вы ни делали, всё равно всё наладится, и всё будет гармонично, и всё будет успешно. Мужчина, что он думает об этих отношениях? Он понимает, что здесь ничего, он противостоит им по умеренности. Он как-то не может под них подстроиться, но он понимает, что с этого ничего не получится. В чувствах здесь расстояние, потому что в мысли он боится, что это всё иллюзорно, это всё фантазия, этого быть ничего не может. Это вообще какие-то странные придуманные отношения. Здесь нужно ждать, здесь никакого результата не будет. то есть для того, чтобы вам встретиться, нужно должно пройти какое-то время. Либо не обязательно встретиться, может, вы и встречаетесь. Но для того, чтобы эти отношения существовали и как-то продолжались в том ключе, в котором вы хотите, ну, здесь нужно, во-первых... О, девятка Пентакли. Не знаю, что с вами делать. Вы успешная, вы красивая, вы интересная. Здесь нужно ждать эти встречи. Здесь надо как-то подстраиваться. Вот на сегодняшний день он боится об этом даже думать, он закрывается. Боится страхи. Страхи, страхи, неуверенность, мысли. Вот, знаете, лучше не буду об этом вообще думать. Всё это иллюзия, всё это фантазия. Из этого ничего получиться не может. А вы ждёте. Садник Пентакли, вы ничего не предпринимаете, мысли вообще, думаете, что можете всё это закончить, поставить на паузу. Потому что садник Пентакли, да, вы начинаете думать, что эти отношения вам как урок, эти отношения вам как кармические, эти отношения, вы проходите действительно какой-то кармический урок, ангел вас чему-то учит. Ну, так легче, наверное, такую позицию занимать. Следите за ним, наблюдаете. Сделать ничего не можете. В принципе, кроме того, как наблюдать, вы ничего сделать не можете. Сейчас не время. Сейчас нужно сделать выбор. Не вам нужно сделать выбор, а вообще происходит. По умеренности всегда происходит всё без вас. там, на небе. Ангелы за вас всё решают. Сейчас как-то вот такое состояние, когда нужно принять решение там, на небе, и решить, что с вами дальше делать. Плюс вы должны определиться, кто этот человек в вашей жизни. Тут все сопротивляются. И вы хотите всё это закончить, потому что в чувствах вы понимаете, что вы боитесь его уже любить, вы боитесь как-то вкладываться в эти чувства, потому что здесь безысходность какая-то. Просто шутёрка мечей на чувства, она всегда говорит о том, что вас разделяет расстояние. Может быть, не у всех проиграется расстояние, но всегда есть что-то, что находится между вами. В большинстве случаев это расстояние. Это могут быть какие-то внезапные отъезды, внезапные переезды, бегство какое-то от реальности. Может быть, просто человек бежит от чего-то, где-то прячется, скрывается от вас, от реальности, потому что там иллюзии у него в мыслях. Плюс с луной иллюзии может ещё депрессивно немножко быть состояние. Но здесь такая у него в жизни неопределённость, у него в мыслях неопределённость, у него вообще вокруг него сейчас всё очень неопределено, а вы такая успешная девятка пентаклей, символ женщины, успешной победительницы, в которой всё хорошо. И зачем он вам нужен, он тоже не понимает. Просто по семёрке мечей шестёрка – это гармоничная карта на отношения, но в зависимости от того, как всё-таки мечи – это отсутствие эмоций. Оно часто играет так, как человек настроен на эти отношения позитивно, начинает быть позитивно. Если настроен негативно, а у него здесь иллюзия, он боится вообще в эти чувства входить. Ну, этот случай, как называется, корабль назовёшь, так он и поплывёт. То есть на какие чувства он настроится, такие и будут. Но расстояние – это однозначно. Внезапное причём расстояние. Ну, ему легче думать, что он отшельник, что он может получать какие-то удовольствия по отшельнику, но не идти во что-то серьёзное. Потому что шестёрка мечей – это тоже, когда мы хотим идти в семейную жизнь. А здесь отшельник, ну, однозначно, он сейчас один выполнен от чувства. Ему одиноко, он скучает, он думает. Восьмёрке жезлов, да, думает о вас однозначно, ждёт от вас чего-то. Ну, знаете, на расстоянии такие карты называют, когда мы будем вместе, тогда будем думать об этом. А сейчас, пока, вот как-то. А у вас восьмёрка мечей, это ещё хуже. То есть вы даже боитесь любить, вы хотите закрыться от этих чувств. Вы понимаете, что здесь развития никакого не будет. Вы хотите потерять эти чувства. Не хотите больше работать над этими чувствами, потому что вам больно. Хотите принять это как урок по судьбе. Забыть и идти дальше. Потому что какие планы? Перестрадать, разрушить, поставить точку и идти дальше. А у него нет таких планов. Это у вас. Причём, почему у вас такие планы? Запутались. Тут ревность, тут страсть. Не хотите никакого шанса больше. Понимаете, что шанс уже был несколько раз. Человек не действует. Ну, у вас это от любви. Вот ещё раз. Умеренность говорит о том, что сейчас расслабьтесь, выдохните просто. Нужно научиться смирению. Это, конечно, чисто такое православное. Ну, во многих, в принципе, реки проходят смирение. Но самое главное, как вы это смирение понимаете. Это не говорит о том, что нужно принимать всё как есть, а просто научиться принимать те события, воспринимать всё как урок. Вы, на самом деле, в мыслях это делаете правильно. Вот воспринимайте всё как урок, как опыт. Как любой человек, который приходит в вашу жизнь, это ваш опыт. Но у вас нет здесь расставания. По умеренности здесь всё решается именно вами. Потому что на действии, на планы по отношению к вам он будет действовать. В любом случае, вы у него есть. Он о вас думает. Сейчас не хочет об этом думать. Он понимает, что... Он, знаете, как реально смотрит на вещи. Он будет действовать. Как? Он будет вас вспомнить, он будет вспоминать, он будет скучать, потому что вы для него семья, вы для него прошлое. Причём, может быть, у кого-то прям чуть ли не официальные отношения были. Но здесь по-другому. Здесь он хочет быть честен по отношению к себе. Пока он ничего сделать не может. Да? Паузу. Пока он и думать об этом не хочет. Пока он считает, что вот эти какие-то планы, которые устроят по отношению к вам, на сегодняшний день это иллюзии и фантазии. Сложится? Сложится? Не сложится? Не сложится. Ой, здесь тяжело даже о любви говорить. Здесь какой-то тяжело такой период. Боится он думать о том, что с вами может получиться семья? Ну, может это всё быть. Просто нужна ли вам она? Сейчас посмотрим, какая у вас может получиться семья. На расстоянии. Может вас как вспоминает, потому что спросила, как вас вспоминает. Будет помнить вас как семью. Может будет всем рассказывать о вас, как у него где-то там есть семья, это вы. Первый вариант очень сильно играет расстояние. Либо неожиданный отъезд, потому что тоже здесь ещё шестёрка, восьмёрка жезлов, как внезапный отъезд. Это уже длится какой-то период времени. Вас разделяет расстояние. Даже если вы живёте в одном городе, тогда по умеренности это какая-то, ну, это не пауза. Не могу сказать, что у вас. Вы можете общаться просто не так часто, как было. Но я здесь не вижу разрыва. Это у вас сейчас в действиях. Вы хотите поставить точку, закончить, потому что вы устали. Вы его любите, вам тяжело, вы страдаете. Знаете, как отношение под дьяволом. По башне всё, хочу закончить, потому что это зависимость, это тяжёлая ситуация. А вы не хотите быть в зависимости от этого человека. Хотите найти шанс, чтобы построить новое отношение. Та будет действовать, будет помнить, как он ещё будет действовать по отношению к вам. Так, чтобы бороться, он сейчас пока не будет. Он понимает, что сейчас не самое лучшее время, у него нет возможности. Ну, правда, нет возможности. Он не может это сделать. Он хотел бы заново всё что-то начать, но у него нет возможности. Какие у вас перспективы? Всё будет правильно, всё будет поистине. Хорошие перспективы. Надо сейчас переждать просто это время. Надо как-то принять ту ситуацию, которая у нас сейчас есть. Здесь может быть брак. Если вы хотите с этим человеком брак, если это ваш муж или... Но должно пройти какое-то время, и должны развернуться события в другом ключе. И вы должны этого человека принять тем, кем он есть. И ему тоже, понимаете, нужно поверить в то, что эти отношения не иллюзия. Потому что он боится. Он относится к этому как к чему-то временному. Вот было и было, расстались и расстались. Но хотя бы он понимает, что если он вернётся, он будет вашим человеком. Такой неоднозначный первый вариант. Однозначно он про вас думает, однозначно чувство есть. Чувство закрывается, страдать не хочет. Вот называется «увидимся вместе». Будем вместе, будем тогда что-то чувствовать. Но научитесь принимать ситуацию в том ракурсе, в котором она существует. Вот то, что сейчас происходит. Вот жите своей жизнью. Не надо убиваться, не надо страдать. Точки ставить. Ну, их можете поставить, но здесь не будет разрыва. Это ваши планы. Если поставите точку, забудете, уйдёте. Ну, вам так будет легче. Вы сможете общаться с другими мужчинами. Можете встречаться с другими королями. Но вы всё равно будете помнить, вы всё равно будете ждать его. И он появится, у вас заново восстановится отношение с ним. Такой вот первый вариант. Второй вариант. Золотая арт-колода Тару. Так, что между вами происходит в данный момент? Что между вами сейчас в отношениях? Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Ну, между вами любовь как-то по-другому. Туз кубков между вами. Любовь между вами однозначно. Между вами сильная очень тяга. Причём к человеку, которого вы знаете. Там, конечно, может быть и новый человек. Ну, в любом случае, это любовь, это чувство, это тяга, это желание как-то вкладываться. Это эмоциональное влечение, причём очень сильное эмоциональное влечение. Очень хорошая, оптимистичная карта на отношения, поэтому тоже буду рассказывать с положительным ключом. Но здесь страдания, здесь, конечно, было бы всё хорошо, вы бы не смотрели расклады по интернету. Логично. Да, это ответ, это ответ, что это любовь, но любовь, которую нужно искать, любовь, за которую нужно бороться, любовь, которая… Туз кубков – это то, что даёт нам шанс, мироздание даёт шанс из будущего, как авансом. Поэтому здесь обязательно нужно над ней работать, обязательно нужно что-то делать. Да, вот сейчас у вас такой момент, период жизни, когда вы сами всё решаете, как вы сейчас поступите, так и будут развиваться ваши отношения. Мне, конечно, сложно сказать, брак у вас не брак, семья не семья, но очень хорошая эмоциональная энергия, очень хорошая карта на выражение чувств, нежности, ласки и так далее. Однозначно здесь не пауза, однозначно… Здесь может быть, конечно, пауза, вы что-то страдаете. И очень загаданный человек страдает, и человек, который смотрит здесь, страдает. Но между вами есть чувства, между вами есть любовь, есть заинтересованность, эмоциональная связь. Здесь оба человека настроены на отношения. А как это пойдёт дальше, мы-то посмотрим. Потому что мысли у вас, карта любовников, это эмоциональный выбор. Вы понимаете, что есть любовь, вы понимаете, что есть чувства, вы понимаете, что сердце вам подсказывает правильный путь. Это очень искренняя карта, когда она просто выпадает одна, без плохих карт, без всего. Но здесь внизу, конечно, от шеи непонятно, что есть уже какие-то нюансы. Но вам нужно сделать это важный жизненный выбор. Да, она оптимистичная. Это сохранение, укрепление старых чувств. Сейчас посмотрю, какие карты вытащу. Потому что с повешенным это не очень хорошая ситуация. Страдаете, переживаете, вам нужно сделать важный выбор. Важный выбор поистине, правильный выбор. Вот как нужно, как поистине. Сердце подсказывает любовь, сердце подсказывает чувства. Есть определённые какие-то обязательства, которые навязаны обществом. Семёрка жертв, мне часто, когда мы боремся с обществом, боремся с какими-то обстоятельствами, которые вокруг нас связаны. С этой вот порядочностью, с честностью, что люди скажут, что подумают, тяжело. Нужно делать выбор. А для него мысли втайне, он вообще не знает, что делать. Вы для него тайна. Он не знает, что с вами происходит. Он не понимает, что сильно уверенная в себе женщина с прошлым. Он просто ждёт. Он даже боится как-то думать о вас. Вы для него загадка, женщина загадка. Не знает, что он делает. Живёт воспоминаниями и просто ждёт. На чувства здесь расстояние. Однозначно как-то разошлись. Может быть, неожиданно разъехались. Мужчина принял, человек, на которого вы смотрите, ну, здесь, как правило, с правой стороны мужчина, принял какое-то решение, причём очень быстрое. Макс с восьмёркой жезлов, это быстро вот так вот раз и всё. И ушёл в новую жизнь, уже плыл к другим берегам. Возможно, вернулся в свою бывшую семью. Либо в какую-то семью, если есть семья. Либо просто в другую жизнь, да, если мужчина свободен. А у вас в чувствах повешены. Ну, любовь-то есть, повешено солнцем. Вот в данном случае здесь женщина тоже решает, должен он быть вашим мужем, не должен он быть вашим мужем. Он будет вашим мужем. Вы чувствуете это, вы понимаете, но только через какой-то длительный период времени, долгий период времени. Возможно, летом здесь как-то начнёт что-то разворачиваться. Но повешено солнцем — это счастье, которого мы ждём, да, и оно зависит. Зависшее такое счастье, когда есть определённое обстоятельство, когда мы до конца не можем быть счастливы вместе. Чувства у вас есть, но чувства с препятствиями. И повешено это всегда, когда страдают в любви оба. И вы страдаете, и он. Чувства есть, несмотря ни на что. Солнце император. Возможно, мужчина женат, да. Возможно, есть какая-то семья. Но это у кого как проиграется общий расклад. Вы его решите, ваш мужчина или нет. Потому что в чувствах вы считаете его своим мужчиной. Солнце с императором — это муж. Это как астрологическое значение солнца. Это мужчина в жизни, женщина, отец. Поэтому вы в нём видите своего мужчину. Вы хотите с ним долгий, длительных отношений. Но здесь какая-то ситуация. Есть всегда какое-то «но». Плюс ещё у нас любовник, иллюзии. Поэтому однозначно чувства есть. Поэтому вам тяжело определиться. И у вас есть чувства, и у него есть чувства. Какие планы? Вот у вас планы. Вы вообще не знаете, что делать. Вы запутались. У вас страхи, иллюзии. Вы хотите уйти. Вы дамы мечей, дамы пентаклей. Вы же во всех ипостасиях попробовали быть. Но здесь, так как вы уже пытались отойти от него. Либо уйти в семью, либо уйти в работу, либо уйти в зарабатывание денег. Но будьте перебирать все способы. Не знаете уже, что делать. Кто я для него. То ли я даму мечей, то ли я даму пентаклей, жена хранительницы домашнего очага. Которая бывшая будет вас немножечко из стороны в сторону кидать. Ну, понимаете, здесь легко закончить, когда знаешь, что нет любви. А у вас здесь есть любовь. Здесь и у вас есть любовь, и у мужчины есть любовь. И будете отстраняться, будете уходить. Будете пробовать себя в различных масках, в различных ролях. Ну, вы его любите. Любовь с ограничениями, любовь... Не люблю говорить про эти любовные треугольники. Есть что-то, да. Есть препятствия. Но если нет, все свободны, тогда неуверенность в любви. Неуверенность в том, что нужно идти туда, нужно идти в эти отношения. Очень много страхов. Что вам делать? Есть по мудрости. В этой колоде такой король жезлов с десяткой. Вы просто поймите. Оставите его там, в семье, если у него есть семья. Либо по мудрости вам надо решить, посадите его на место. Вот в своей жизни кто он? Ваш муж? Ваш любовник? Потому что здесь может быть. Вот если бы он был одинок, он бы был вашим мужем однозначно. Здесь по мудрости нужно просто решить, какой человек должен быть вашим мужем. Должен ли он быть вашим мужем? Вы решаете. У него в планах страдать, переживать. Он считает, что все закончилось. Женщина ушла в новую жизнь. Женщина встречается. Он думает, что вы уже переболели. Вы переболели, вы как-то прошли уже эту трансформацию и ушли в новую жизнь. Через силу, через боль, через страдания вы пошли дальше. Да, он считает, что у вас есть другие мужчины. Он считает, что вы ведете активный образ жизни. Вы встречаетесь, вы хорошо выглядите. Вы ушли в новый путь, в новую жизнь. Однозначно он думает, что рядом с вами кто-то есть. Поэтому какие планы? Планы будут страдать. Планы на вас будут страдать, переживать, потому что он считает, что вы ушли в другие отношения. Совершенно. Такой вот второй вариант. Причем у вас уже все налаживается. Вы уже прошли через эту боль. У вас прошло перерождение. И вы открываете мир других мужчин. На самом деле здесь оба любят, оба страдают. Ни у кого здесь никого нет. И не будет. Потому что пока туз кубка, вы не отпустили мужчину. Мужчина не отпустил вас. Любовь с препятствиями. Очень часто, кстати, туз кубков, это как любовь с галочкой. Любовь с препятствиями. И всегда есть что-то. Третий вариант. Смотая Кавалда Ренессанса. Это у нас уже Марсильская Таро. Так. Давайте посмотрим, что между вами в данный момент отношения и мысли-чувства планов. Что между вами. Что между вами. Непонятная здесь ситуация. Причем загаданный человек будет за вами следить, наблюдать. Почему? Потому что не понимает. Действительно не понимает. Что вы к нему чувствуете. Он хочет с вами отношений, но вы к нему как-то холодны. Он же пробует все способы. Он не понимает вас. Вот он думает, он не знает, что с вами делать. Потому что мысли о вас, королева мечей. Он до конца не уверен в том, что вы хотите строить с ним отношения. Потому что что между вами, Паш Мечей. Ну, однозначно, есть какая-то ревность. Однозначно, есть какая-то слежка. Ну, здесь как наблюдение. Почему? Потому что ситуация неясна. Причем семерка кубков в Марсильском Таро – это планы на будущее. Это когда мы мечтаем о будущем. Здесь не то, что страхи. А здесь как фантазии. А он реально строит на вас планы. И вы можете как рассматривать эти планы. Здесь могут быть упреки. Здесь могут быть какие-то стычки. Здесь могут быть какие-то неразрешенные вопросы. Всегда еще карта это говорит о том, что нужно решать трудные задачи. Здесь есть определенные трудности сейчас в ваших отношениях. Да, это есть. Их нужно решать. Искать именно выхода этой ситуации. Причем здесь есть угроза в отношениях. Мужчина загадан не чувствует, что всегда есть угроза. Он боится того, что вы можете уйти, или это все может закончиться. Плюс такая карта всегда указывает о соперниках. То есть он четко понимает, что у него есть соперники. Смотрите, у него мысли о вас, королеве мечей, а у вас в чувствах король мечей. То есть вы как пара. Это не он, потому что у вас в чувствах. Конечно, если вы смотрите на короля мечей, да. Возможно, тогда в чувствах он. Но король мечейное чувство – это как отсутствие чувств к этому человеку. Здесь такой вот вариант очень интересный. Есть какая-то незрелость, есть какая-то нестабильность, есть какая-то неуверенность в этих отношениях и у вас, и у загаданного человека. Но будущее здесь, в принципе, неплохое. Поэтому все будет хорошо. Мысли о нем, тайные жрицы. Не могу сказать, что вы прям думаете о нем так часто. Вы думаете, думайте о нем как о друге, причем, знаете, как время покажет. Пока дружите с ним, он для вас загадка, он для вас тайна. Да, если это тайные отношения, тогда можно говорить о том, что это такая тайная дружба, и он как-то может вам помогать материально, но особо не помогает. Семерка Пентакли – это ждем-ждем, ничего такого нет. Потому что у него страх, что вы пропадете, что вы уйдете, что вы его не любите. Вы от него тоже чего-то ждете. Ну вы не думаете. О чем не думаете? Не думаете однозначно о том, чтобы продолжать род с этим человеком. Вы именно. Потому что на сегодняшний день, может быть, как-то это все и разрулится, но на сегодняшний день вы очень холодны к нему, на самом деле. Он это понимает, он чувствует, он видит вас. Либо еще может попадать как на бывшую. Да, как на бывшую. Но здесь четкое понимание, что вы не хотите с ним продолжать отношения. А он понимает, что вы к нему остыли. Здесь нет возможности уже как-то вернуть это все, даже если как-то трудиться работать. Здесь нет возможности быстро вернуть эти отношения, если вы смотрите на бывшего. Но вообще такое значение, что он считает, что он вам не интересен, вы на него не обращаете внимания, вы к нему холодны. В чувствах у него десятка Пентакли. Маг, ну, чувства, у него есть однозначные чувства. Десятка Пентакли, вы его победители. Начувствует дьявол с башней, но он безумно вас хочет, он безумно вас желает. У него крыша смесла, он чувствует себя мальчишкой. Он помолодел как минимум на 10 лет. Страсть, желание, вы его достижения, вы его победа, вы его золотой телец. Начувствует это хорошая карта. Это как вы его приз. Вот выигрыш в лотерею. Безумно хочет, безумно желает. Здесь не о высокодуховной любви. Здесь, может быть, к этому ещё отношения не пришли. Очень часто Паш Мичей указывает на начало отношений. Либо отношения с препятствиями. Но на чувства дьявол с башней, ну, сама он по вам сходит. Безумно очень сходит. Он ревнует вас. Кому ревнует? Да, ревнует он. Вообще, ему любые какие-то непонятные ситуации, он себе додумает всё. Ждёт постоянно встречи с вами. У него безумная страсть, желание и ревность. Мечи, эмоции. А какие у вас чувства? Вы его... Нападает король мечей. Так, королева Жезлов. Вы к нему относитесь как к новым отношениям. Сейчас думайте, стоит ли вкладываться или не стоит вкладываться? Нужен он мне, не нужен. Идём мы дальше вместе, не идём. Стоит начать, вот как вы в этой колоде, эта карта, когда мы заправляем новую нить, начинаем привести новую пряжу, новую линию жизни, новую дорогу, новый путь. Вы хотите понять, хотите вы этих отношений или нет. Здесь имеется в виду, что невероятно, королева Жезлов – это как дама огненного знака Зодиака, но может проиграться. Но как дама огненного знака Зодиака, вы в первую очередь должны, как дама Жезлов, вернее, вторую, должны чётко понимать, чего вы хотите. Пока в чувствах вы пытаетесь понять, нужен он вам или нет. Я хочу идти в эти отношения, я хочу открываться ему в чувствах или нет. У вас здесь неопределённость, вы холодны. У вас нет никаких эмоций. Какие планы? Встречаться вы с ним будете. У вас и секс с этим человеком, может быть, и планы, и вы можете быть парой, кстати. Ну, вот это всё вот как-то так всё очень медленно развивается. Нескоро, по умеренности. Потому что встречи будут, вы будете с ним встречаться в любом случае. Всё зависит от вас. Захотите встреч, отходите переход на другой уровень отношений, будет. Захотите, чтобы он стал вашим королём Жезлов, будет, но только не так быстро. По умеренности нужно принять ту ситуацию в том ключе, в котором она есть сейчас. А у него какие планы? Будут страдать, переживать, ждать, работать над этим. Уходить в себя, пропадать. Могут быть такие манипуляции. Будут пропадать для чего? Для того, чтобы отстаивать свои интересы. Он действительно очень сильно страдает. Почему страдает? Ну, потому что вы красотка такая, девятка Пентакли. Независимая, уверенная в себе женщина, императрица, королева кубков. Вот здесь на вопрос, кто вы такая, да, вы можете быть дамой водного знака зодиака, можете быть в браке, а может быть просто такая звезда. Все карты – наивысшее проявление женщины. Девятка Пентакли – ухоженная, эффектная, самодостаточная женщина. Императрица – это высшее звание женщины. Императрицу невозможно не любить, её любят все. Все подданы. И королева кубков – женщина, умеющая любить, умеющая давать любовь. Видите, к ней прикован сыпями этот кавалер. Поэтому вы тут такая звезда, он влюблён в вас в поуш. Третий вариант. Не знаю, почему как-то вы смотрите. Да, не действует. Да, действует он. Просто вы не можете понять, нужен он вам или не нужен. Здесь такая ситуация, как присматриваетесь к друг другу. Будут страдать, будут переживать, будут как-то отходить, приходить, появляться. Почему? Для того, чтобы отстаивать свои интересы, он как-то хочет, чтобы вы немножечко проявляли к нему больше внимания. Ему хочется, чтобы вы боролись за него. Он хочет с вами стабильных, долгих отношений, комфортных, долгих отношений. Неизвестно в каком статусе, вы сами решайте общий расклад. Потому что он хочет с вами идти в будущее, несмотря ни на что, в стабильные отношения. Такой вот третий вариант. Достаточно хороший и положительный, я думаю. Но здесь непонятная ситуация в мыслях, чувствах. А будущее хорошее на сегодняшний день. Ну, дополнительную карту достала десятка кубков. Если есть семьи у кого-то, тогда легко очень объяснить пожа мечей с планами на будущее. Здесь как все аккуратненько, так знаете, зондируют почву, проверяют, собирают достоверное, недостоверное. Получится, не получится, стоит, не стоит. А что там? Знаете, как собирают информацию для того, чтобы провести такой подробный анализ. Такой вот третий вариант. Всего вам доброго и до свидания, до следующих раскладов.